Много лет своей взрослой жизни геолог, уроженец знойного Азербайджана Захар Арахмелевич отдал северу. Его знают не только в поселке Искателей, где он жил и несколько созывов, был депутатом поселкового совета, но и в городе. Многие люди старшего поколения отзываются о Захаре Анчеловиче, как о человеке умном, добром, с хорошим чувством юмора. Мы встретились с героем этой программы как раз в день его 75-летия, когда юбилеер отмечал свой праздник в кругу семьи. А ровно 15 лет назад поздравления Арахмелевичу зачитывали на телеканале Альт. Поздравляю с днём рождения, с юбилеем Арахмелевича Захара Анчеловича. Желаю твоего именинника крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, семейного благополучия. Первые шаги в геологию Захар сделал, окончив профильный техникум. Работал на теньшане, вёл поисковые работы на воду, свинец и другие нужные стране ископаемые. Ему было 22 года, и он из-за одного чрезвычайного происшествия чуть не угодил в тюрьму. Однажды начальник партии уехал в центр по делам. За старшего оставил Рахмелевича. Ну, и когда в палатке живёшь, делать нечего, молодёжь бесится. Ну, тут стреляли там по бутылкам. И однажды один парень рабочий в носе, ну, он оставил патрон в ружье и забыл про него. И что-то по вечерам к девочкам зашёл в палатку, что-то там шутили. В общем-то, в шутку там, да, нажал на курок, короче. И, а там был, и это попал в живот, в живот этой девочки. До ближайшей военной заставы было 5 километров. Транспорт для доставки раненой в больницу можно было взять только там. И Захар, благо занимался спортом, побежал, взяв на всякий случай напарника. Ну, всё, побежали. Он отстал сразу, я один прибежал туда, мне дали машину. Вернулся, всё, в кузов. И вот повезли мою в больницу. Завозим в первое село. Они отказались принимать. Говорю, такая рана в живот. Не-не-не, везите дальше. Мы везли в село, там, недалеко от города Пржевальска. Сейчас нужно по-другому вызывать, но раньше Пржевальск. Там база нашей экспедиции, партии была. Я думаю, сдал её в больницу. Думаю, всё нормально, даже улыбался. Говорю, не забывайте, Захар, приходите. Всё, и через час звонок из больницы. Рахмелевича. Беру трубку. Хамхо его сдавали? Сдавал. Скончалась. Виновник трагедии тогда сбежал. В ходе разбирательств, конечно, ему, как оставленному за старшего, могли дать срок. Но обошлось. Однако и через десятилетия Захар Анчелович вспоминает погибшую девушку с комом в горле. И потом, всегда, где бы ни трудился, очень внимательно относился не только к работе, но и к тому, чем занимаются его подопечные в свободное время. А потом была армия, после которой он окончил Институт нефти и газа. Продолжил свою стезю геологоразведчика сначала в Карпатах, затем на Крайнем Севере. Уже не отягощенный излишним романтизмом, он перед поездкой на Севера ставил перед собой вполне конкретные задачи. И в 83-м году захотелось купить машину, дачу и 4 комплекта горных лыж. У нас же там Карпаты, они дорогие-то до лыжи были. И приехали на Север. Ехали на 3 года, остались на 23 года. В Наринмаре уже работали его друзья. И Захар Анчелович до сих пор помнит, как горячо прошла первая их встреча на Северной земле. Меня встретили мои друзья с флагом. А я болельщик московского Спартака. И вот они север приветствуют Захара. А с буква С в спартаковском треугольнике, знаете, есть пока эмблема. И там С, вот буква С. С этого начал. Ну, и первую ночь ночевал у Никитюка, коллега. А потом мне дали в общежитии поморскую комнату. Ну, хотя мне обещали по договору, что квартира... И через месяц дали квартиру. В те времена повального дефицита сразу как-то обставить квартиру было сложно. Но люди не были избалованы и довольствовались малым. И Захар первую свою обстановочку делал своими руками. Первая моя мебель. Я взял девять ящиков в магазине из-под водки. Если внутрь лица вытащил, значит, где в бутылке стоит. И так положил в три, да, две штуки, две штуки, три. И такая получилась у нас отличная полочка, не полочка. Но первая мебель моя была. Ну, и потом пришлось, слава богу, в искательстве было полно досок. Идешь по посолку, бери что хочешь. И было еще один. И вот начал пиляться, досудово пилял. А через полгода они приехали уже. Когда мебель наклинаю, сделала кровать и прочее. А сейчас читаю следующее письмо, которое пришло в адрес телеканала Альт. 25 сентября у нашего друга Захара Анчеловича Рахмелевича юбилей. Это пора зрелости, мудрости, период осмысливания прожитого, планы на будущее. Захара Анчелович всю свою жизнь провел в геологии, на поиске и разведке сырья для страны. От Карпат до Тенчаня, от Ивана Франковска до Фронзы пролег его путь. И вот уже второй десяток лет он в Заполярье. Первая его должность по морской экспедиции была старший инженер-геофизик, а затем начальник партии. Задачей партии было наблюдение за действующими буровыми скважинами, то есть предупреждение аварийных ситуаций. Если какая-то аварийная ситуация во время бурения случилась, мы должны первые сигнализироваться. Выброс газа, у нас датчики по газу, что там с долотом, что-то вот оно где-то затирать начинает, что у нас должны были кривые показывать. То есть момент такой, как момент на роторе. Было, и мы измеряли пластовое давление, теоретически, по нашим данным. И вот тут была одна скважина мединская, глубокая скважина, на нее возлагали надежды, и там такая авария капитальная, что все, наглухо. И нужны данные по пластмодулей, вот только наши. И есть источник, для меня это был звездный час. Я приехал с Москвы с министерства, где мы, меня пригласили в экспедицию. Тут Лепзин, помните Лепзина, наверное? Дмитрий Евгеньевич Лепзин руководил Наринмарской экспедицией с 1983 года, а в 93-м возглавил открытое акционерное общество «Севергеолдобыча». А с Александром Выучийским, который в свое время также работал в геологии, они познакомились уже, будучи депутатами. Александр Иванович отстаивал права национальных меньшинств сперва в Верховном Совете СССР, а затем в собрании депутатов НАО. Захар Рахмелевич отстаивал интересы геологов в поселковом совете искателей. Ему очень импонировала принципиальность Выучейского. Я понял, как он опоздал на сессию. Ну, пришел, посидел, потом они принимают решение по такому-то вопросу. Выучейский не голосует. Говорит, а что этот? Говорит, я не был этот, опоздал, задержался, поэтому не в курсе дела, поэтому голосовать не буду. Я никого для себя решение не принял окончательно. Мне это понравилось очень. Потом у него идея была, чтобы ввести квоту для немцев, для депутатов, чтобы было пять депутатов немцев. В рассеке законов этого не было. Но у депутата согласились, пусть будет. Он с большим уважением вспоминает и других коллег по депутатскому корпусу, кто самоотверженно и честно отдавал всего себя делу. Это и Леонид Иванович Саблин, и Давид Исакович Садецкий, и многие другие, с кем порой приходилось не только дружески беседовать, обсуждая те или иные социальные проблемы, но иногда и ссориться. Иные коллеги даже писали жалобы на него аж в прокуратуру, но только лишь для того, чтобы нервы попортить несговорчивому депутату. И сегодня Захар Анчелович очень гордится тем, что смогли в свое время с главой искателей Михаилом Герасименей отстоять самостоятельность поселка геологов. Особие баринов настаивали, что было, наверное, и искатели были одноценные. И многие другие в городском совете. Конечно, в силу профессиональных обязанностей приходилось немало летать и в командировки по округу. Однажды в Андерме он установил личный рекорд по морозоустойчивости. С аэродрома шел пешком до базы партии. Ветер в лесу, продувает всю сквозь шубу. 35 градусов было. А у начальника партии висит карта. Карта-график. В зависимости от температуры, эффективной температуры, от скорости. Получилось, что было 65 градусов. Вот это я запущу, что мой рекорд, что я пришел по улице в Андерме. Температура была 65 градусов мороза. Проходя через разные жизненные испытания, Захар Анчелович остается благодарен Северу. За многие уроки мужества, что преподал ему этот суровый край. И уверен, что во многих непростых ситуациях людей здесь выручает самоирония и чувство юмора. Еврей по национальности, он с удовольствием рассказывает анекдоты про евреев. Моисей говорит, все от Бога. Иисус Христос говорит, все от сердца. Карл Марс говорит, все от материальной заинтересованности. Фрейд говорит, все от секса. Эйнштейн говорит, все относительно. Короче, сколько евреев, столько и мнений. В последние годы Рахмелевич с супругой живут на Украине. Но здесь остались их дети, а теперь уже и внучки. И, конечно, время от времени они собираются все вместе, чтобы отметить то или иное событие. И после очередной разлуки с Наринмаром, искателями, они с радостью обнаруживают, что ставшие для них родным город и поселок расцветают и хорошеют. Приятно поражен, но как изменился поселок. То, о чем я мечтал. Все многое исполнилось. Тротуары, освещенная лыжная трасса. Я только мечтал об этом. Есть, пожалуйста. Его интересны, интересы разнообразны. Любит спорт, особенно теннис. Увлекается лыжами. Любит свою жену, детей. Мы знаем Захара Анчеловича уже больше трех десятков лет. И сделали удивительный вывод, что он обладает завидным постоянством в отношении семьи, друзей и просто жителей поселка. Ему все перестройки и кризисы нипочем. Дорогой мой супруг, друг по жизни. Благодарю тебя за то, что ты у меня есть, что мы с тобой прошли по жизни 42 года. Ты всегда был мудрый, такой оптимистичный. Я пессимист, ты оптимист, как говорит наша внучка. И дедушка оптимист, а бабушка пессимист. Воспитали хороших детей. Сейчас у нас внуки, любимые. В общем, хорошие, хорошие. Есть тебе с чем гордиться своей семьей. Будь здоровым. Нам главное, чтобы ты сейчас был здоровый. А остальное приложится. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!